Доброе утро! Впервые в Югре на базе Нягоньского театра юного зрителя прошел Всероссийский фестиваль Лаборатория театров для детей и молодежи «Колесо». Участие приняли представители из театров из Москвы, Макеевки, Казани, Самары, Твери, Нижнего Новгорода, Нижневартовска, Ханты-Мансийска и Сургута. Как все прошло, узнаем из первых уст. С нами на прямой связи Анастасия Постникова, директор Нягоньского театра юного зрителя. Анастасия, доброе утро! Доброе, доброе всем утро! Ну давайте, давайте узнаем, как дела обстоят с «Колесом», не пробило ли его и почему такое название-то «Лаборатория». Может быть, что-то химичили с «Колесом-то»? На самом деле у нас все было очень хорошо. Все колеса целы, так что все чудесно. А почему такое название «Колесо»? Вообще сам фестиваль был придуман Союзом театральных деятелей и Московским академическим молодежным театром «Город Москва» в 2009 году. И вот как раз буквально в Нягоне, несколько часов назад, все же подвели итоги, какой по счету этот фестиваль. Фестиваль оказался 17-й. И вот почему фестиваль «Лаборатория»? Это когда представители Союза театральных деятелей, театральные критики, директора детских театров приезжают в один театр и отсматривают работу. Мы вот показывали 7 спектаклей. Программа была очень насыщена у наших гостей, потому что хотелось показать не только наш театр, но и, конечно же, наш чудесный, любимый, молодой город. Так, ну а приезжают эксперты, отсматривают какие-то советы, какие-то мастер-классы. Опять же, для других участников. Они дают или просто посмотрели, сказали, хорошо, работаете и дальше. Но вообще любой фестиваль, особенно фестиваль «Лаборатория», это, конечно же, обмен опытом. Хочу сказать, что опыта у Нягонского театра очень много. И у нас есть уникальные вещи, которые мы делаем, которые не делаются ни в одном театре молодежном. Там вот буквально мы недавно и вчера познакомились с наших гостей. Мы разработали игру для молодежи, для взрослого нашего населения, но в первую очередь для молодежи, держателей пушкинской карты. Называется «Культурный серфинг». И вчера мы играли, и как раз познакомили наших друзей. И они, конечно же, захотели сразу приобрести игру. И всегда фестиваль — это знакомство с театром. Мы смотрим, как работает театр, смотрим какие-то новые формы. Конечно же, обсуждаем, потому что после каждого спектакля, увиденного нашими гостями и театральными критиками, было обсуждение наших спектаклей. И это такой, знаете, некий барометр, когда ты понимаешь, в том направлении ты идешь или нет. И могу вообще с гордостью сказать, что Нягонский тюз является одним из лучших тюзов нашей Российской Федерации. Вот слушайте, вот здесь не могу с вами не согласиться, потому что как только вы приезжаете в столицу Югрия, в Ханты-Мансийск, я и мои дети ходят. Ходят на ваши спектакли, и действительно им нравится. Что сказали эксперты по поводу именно вашего театра? Хорошо, больше дальше расти не надо. Все, вы на пике. Не, ну на самом деле, расти и развиваться всегда есть куда. На самом деле сказали, что, да, несмотря на то, что мы находимся в приспособленном помещении, и несмотря на то, что театр находится в малом городе, в котором проживает всего 63 тысячи населения, театр работает хорошо. В театре представлены практически все современные формы театрального искусства, которые есть сейчас вообще у нас в Российской Федерации. Наметили уже какие-то, проговорили направления, куда вот, допустим, нас уже пригласили и на фестивали, что вот мы как раз поедем. И проговорили, да, какие-то, допустим, новые формы со зрителями, которых нет у нас в театре, и которые скоро появятся. Ну что же, я желаю, конечно же, творческих успехов, благодарного зрителя, полных залов, фестивалей, конкурсов, побед. И спасибо огромное, что вышли с нами на связь. И обязательно буду, когда вы приедете в Ханты-Мансийск, я буду где-то там, в первых рядах, руку плескать вашим артистам. Спасибо, до свидания.